Раз-два. Всем привет, с вами Ярослава Награмакина. Сегодня я расскажу вам, как зайти на сайт непрерывного медицинского образования и найти интересующий вас курс. Так, все вы знаете, что медики должны у нас проходить обязательно непрерывное медицинское образование, набирать там баллы, чтобы через 5 лет подтвердить свою квалификацию. Итак, набираем непрерывное медицинское образование, личный кабинет. Сайт этот выглядит как еду.росминздрав.ру. Заходите. Если вы еще не регистрировались, регистрируйтесь. Если вы когда-то были зарегистрированы и забыли свой логин и пароль, вы можете зайти туда через сайт госуслуг. Выбираете вашу вкладку «Специалист с высшим образованием» либо «Специалист со средним образованием». Вход в систему. Я вхожу через госуслуги. Очень рекомендую зарегистрироваться в госуслугах, если вы там еще не состоите, потому что это вам всегда будет очень полезно. Заходите через госуслуги в ваш личный кабинет. Напомню, что специалист должен за 5 лет набрать 250 баллов, так называемых «зеток», то есть за 5 лет по 50 баллов в год. Можете посмотреть, как у меня шла учеба. Вот здесь первый год не было баллов вообще. Второй год 72, третий год опять нет баллов. Четвертый, пятый. Ну вот те годы, первый год, где у меня совершенно не было баллов, я только зарегистрировалась в этой системе. Естественно, ничего не проходило, поэтому нету. Второй год поняла, что надо срочно нагонять. Третий год здесь я была в декрете и тоже, естественно, ничего не проходило. И четвертый, пятый год, сейчас мне нужно набрать 250 «зеток». Сейчас у меня есть 141 уже получено. Как мы ищем здесь «зетки»? Вы заходите вот сюда в «Мой план». Здесь есть окошко «Добавить элементы». Выбираете «Добавить элементы» и можете найти бесплатные образовательные модули. Это так называемые интерактивные образовательные модули. Щелкаете на эту вкладку и видите, какие здесь у вас есть модули. Есть модули бесплатные, но почему-то за них вообще нету «зет». Можете их и не проходить, но если вам интересно, можете посмотреть. Есть те, которые я уже выбрала. Которые уже выбраны, они отмечены вот такой зеленой галочкой, то есть включены в план. Когда они будут пройдены, будет такая двойная галочка. Вот смотрите, есть «Лабораторный посттрансплуатационный мониторинг». Два балла. Программа бесплатная. Чтобы добавить нужную вам тему, щелкайте на нее. И вот здесь есть такая синяя кнопочка «Включить в план». Включаете в план. В любой момент вы можете исключить потом с планом. И вы смотрите «Мой план». Как он назывался? «Лабораторный посттрансплуатационный мониторинг». Давайте поищем. Вот он. Да? Все есть. Для того, чтобы перейти к обучению, вы просто щелкотенно и начинаете проходить обучение. Все обучение заключается в прослушивании лекций, либо в прочтении лекций. Иногда бывает предварительное тестирование. Обязательно нужно его пройти, потому что если вы его не пройдете, то еще не появится итоговое тестирование. Иногда предварительного тестирования нет. Тогда вы сразу проходите итоговое. Итоговое тестирование можете проходить бесконечное количество раз, пока вы не сдадите хотя бы на тройку. Как искать другие варианты, не бесплатные? Еще раз заходите «Мой план». Добавить элементы. Есть образовательные мероприятия, которые проходят обычно очно. Интерактивные образовательные модули практически все заочные. То есть вы можете находиться в любом городе, просмотреть программу, получить заветные 1-2 балла. И больше всего баллов дают программу повышения квалификации. Вот это левое окошечко, щелкаете сюда и выбираете нужную вас тему. Как искать? Например, вы хотите обучаться заочно. То есть очно не хотите посещать никакие семинары. Здесь выбираете фильтр в левой боковой панели. Ставите форму обучения заочная. Далее основа обучения. Если вы работаете в бюджетной организации, то можете выбрать бюджетное. То есть из федеральной казны выделяется денежка, и вы можете учиться бюджетно, ничего не тратя из своего кармана или из кармана вашего работодателя. Выбираете основу обучения бюджетное. И здесь вы сможете встретиться с такой трудностью, что показаны для вас темы. Вы щелкаете, хоть они и бюджетные, но будет надпись такая «Мест нет», «Мест нет», «Места закончились». В общем, пройти вы не можете. Что сделать, чтобы лишний раз не тратить свое время на поиск? Еще ниже, если пройти, вот есть такая вкладочка, называется «Есть бюджетные места». Если вы ее щелкаете, то те бюджетные программы, где уже мест нет, у вас не будут показываться. Вот есть бюджетные места. Щелкаете «Применить фильтр». И вот здесь также выбираете вашу тему. Например, клиническая лабораторная диагностика. У вас может быть их несколько. Выбираете, смотрите, что появилось. Вот такая зеленая кнопочка означает, что бюджетное место. Актуальные вопросы, профилактики, диагностики, лечения коронавирусной инфекции. Иркутск. Заочная форма обучения 36Z. Можете ее посмотреть, что она подразумевает из себя. Есть сайт их, e-mail и телефон для связи. Бюджетные места распланированы по разным дням. Вот можете начать, например, с 20-го числа, то есть завтра, если успеете подать все документы. Вот с 27-го там и так далее. Щелкайте «Сформировать». Я вам покажу, например, как это делать. Сформировать, делайте заявку. Вот они вам пишут актуальные вопросы, профилактики, диагностики, лечения, указывают период. Здесь пишется ваша фамилия, имя, отчество. Выбираете занятость. Занятость – работаю. Основа обучения – бюджетная. И должность. Пишите вашу должность в соответствии с тем, как у вас, ну, в вашем личном кабинете указано, или, допустим, заведующая. И здесь автоматом будет высвечиваться ваше название места работы. У меня видите, оно одно. И также автоматически сбивается адрес, который соответствует вашему месту работы. Щелкайте «Сформировать». Заявка будет сформирована. Вы ее скачиваете. И подписываете у своего работодателя. Отправляете на указанный здесь e-mail. Потом нужно будет предоставить скан ваших всех документов. Обычно это диплом. Трудовая книжка. Снилась. Заявка. Там бывает еще соглашение на персональные данные и прочее. В общем, это все. И заполняете, отправляете на указанный адрес. И приступайте к учебе. В принципе, у меня все. С вами была Ярослава Громакина. Пока-пока.